18 марта страна выбирает президента России. В субботу избирателей ждет День тишины, а в воскресенье можно прийти на избирательный участок и проголосовать. В день выборов в районе будет работать 161 избирательный участок. Три из них откроются во Дворце культуры имени Юрия Гагарина. Два избирательных участка оборудовали на первом этаже, третий участок впервые откроется в голубом фойе. Очень надеемся, что в этот день они придут практически в стопроцентном составе. Обучение у нас было на протяжении всего этого периода. Проводились семинары, персональное обучение по некоторым видам, новым приемом, заявлений, обучение на КАИБах. То есть все это мы прошли, получили даже все сертификаты. Так что можно сказать, что мы все дипломированные члены комиссии. Комплексами обработки избирательных бюллетеней, или как их еще называют КАИБами, оснащены в ДК Гагарина все участки. Их применение полностью исключает человеческий фактор, возможность ошибки при подсчете и введении данных об итогах голосования. Помимо прочего, комплексная обработка избирательных бюллетеней дает возможность убедиться в том, что система избирательных комиссий работает честно. Комплексы обработки избирательных бюллетеней, они упрощают в подведении итогов голосования работу комиссии. В день выборов будет специально стоять оператор, который прошел обучение, и будет помогать избирателям, как правильно опустить бюллетени в комплекс обработки. Членам избирательных комиссий осталось обработать бюллетени, наклеить марки, проштамповать и подписать каждый экземпляр. На трех избирательных участках Дворца культуры смогут проголосовать более трех тысяч человек. Предстоящие президентские выборы здесь планируют провести в духе советских времен. У нас будет здесь большой концерт для посетителей, для голосующих, ну и для всех, кто захочет прийти к нам. Будет большое чаепитие, будет музыка, будет веселье, торговля, в общем, все как в лучшие советские времена. И поэтому 18 марта мы приглашаем всех избирателей прийти на свои избирательные участки и выполнить свой гражданский долг, и проголосовать, и выбрать президента России. В воскресенье 18 марта избирательные участки откроются в 8 часов утра. Избиратели смогут проголосовать до 20 часов. При себе необходимо иметь паспорт. Полина Иноземцева, Кирилл Емельянов. Программа «События».